Здравствуйте, с вами Ивантеевское телевидение. Я Алексей Ермущик. Сегодня в выпуске. На финишной прямой. Школы заканчивают подготовку к учебному году. Москва бесплатная. В соцзащите перекодируют карты пенсионеров. Без ярлыков и направлений. Новая пешеходная улица требует новых форматов. Об этом и многом другом прямо сейчас. Пристройка к пятой школе будет, заявила глава Ивантеевки Елена Ковалева во время межведомственного рейда. Если городу удастся войти в областную программу, то на будущий год будет выполнено проектирование. Сегодня руководители городской администрации оценили готовность школы к учебному году и не только. Пятая школа рапортует о готовности к первому сентября. Учебники раздают ученикам и классным руководителям. Начальным классом школа за свой счет приобретает рабочие тетради. Аудитории готовят к началу учебного года. В этом году мебель не обновляли. Срок замены наступит в будущем году. Но главное, сегодня власти окончательно убеждаются, развитие и расширение школы возможно. Максим Валерьевич, коллегами, земельщиками с Андреем Слачем нашли, как посадить пристройку. Территорий хватит. Правда, часть построек, к слову, нецелевого назначения придется удалить. Теперь наша главная задача – просить Андрея Юрьевича, Воробьева и, конечно, нашего министра образования о том, чтобы нас включили в государственную программу. Потому что мы строим школы, вы об этом знаете. Школа на Богданово, школа на студенческой. Но это центр города. И, конечно, очень важно, чтобы наши дети отсюда, из центра, тоже имели возможность разгрузить вот эту вот тяжелую ситуацию со второй сменой. Продолжается обход уже за территорией школы. Жители домов мечтают о комплексном благоустройстве. Очень важный момент. Конечно, жители должны сами тоже проявить инициативу. Вы знаете, что дворы сейчас включаются в перечень дворов, подлежащих благоустройству, на основании голосования в Доброделе. И, конечно, жителям надо проявлять инициативу. Лично я буду стараться и также просить министерства, чтобы этот двор был в списке дворов, подлежащих благоустройству. Открытым остается пока вопрос со входом в школу. Требования СанПИ на безопасности пока соблюдены только в единственном главном пути. Возможно, перед проектировщиками новой пристройки поставят и эту задачу. Финал обхода, пожалуй, жителей в сквере у трехэтажки. Скамейки для отдыха, а не для алкогольных застолий. Глава Ивантеевки обещает, спокойной жизни любителям распивать спиртные напитки не будет. Конечно, все эти граждане, которых вы здесь видели, вы видели, что они уже понимают при приближении полиции, они встают и убегают, но тем не менее наша работа будет продолжаться, чтобы в сознании людей закрепилось, что распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии, на детской площадке, на скамейках в общественном месте нельзя и недопустимо. Много мероприятий спортивных, вот на них мы должны отдыхать. Николай Михайлин сетует. Качели гнездо на большинстве детских площадок выдерживают всего несколько дней эксплуатации. Сейчас МГУ ГХ выставляет претензии. Возвращаясь к главной теме рейда, можем сказать и про вторую школу. Как нам сообщил заместитель главы администрации Андрей Морозов, принято решение о пристройке к этому учебному заведению. До недавнего времени территория попадала в охраняемую зону культурного наследия дома 45 по улице Хлебозаводской. Эту зону удалось уменьшить, и сейчас глава Ивантеевки ставит задачу и по второй школе войти в областную программу строительства образовательных учреждений. Тогда в будущем году будет проектирование пристройки, а через год, если все будет нормально, строительство. Проехаться по Москве и ничего за это не заплатить. Такая возможность с 1 сентября появилась у пенсионеров Московской области старше 60 лет. Благодаря губернатору Андрею Воробьеву и мэру Москвы Сергею Собянину. С 18 августа во всех отделениях соцзащиты начали прикодировать социальные карты пенсионеров старше 60 лет. Придумали и воплотили терминал по перекодировке карт для бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы. Работает в Ивантеевском отделе соцзащиты субботы. За выходные свои социальные карты перекодировали 130 человек. В понедельник с утра еще 50. Речь идет о пенсионерах старше 60 лет. В первую очередь это касается пенсионеров без льготного статуса, а также ветеранов труда. Просим обратить внимание инвалидов и других федеральных льготников, что им приходить не надо. У них ничего не меняется. У них в соцкарте как был закодирован проезд по Москве на всех видах транспорта, так он и остается. Это конечно очень хорошо, что так получилось и что сделали. Потому что ветераны ветеранами, хоть и ветеран вооруженных сил имел эту льготу, но по Москве было совсем удобно ездить. А сейчас тем более с нашими маленькими пенсиями очень замечательно. Сейчас вообще чудесно. Потому что в Москву ездить все-таки это накладно, сами понимаете. Даже если и в гости, все равно. Перекодировать карту можно в соцзащите практически в любое время. Отделение работает без выходных с 8 утра до 8 вечера, вплоть до 1 сентября. Благодаря новой льготе, ивантеевские пенсионеры могут воспользоваться в Москве различными видами транспорта. Метро, трамваи, троллейбусы, автобусы. Только не включается московская центральная кольцевая дорога. Сегодня были вопросы от инвалидов. Входит ли в льготу инвалидов МЦК? Да, входит. Важно, что бесплатный проезд по перекодированной карте будет осуществляться с 1 сентября. Раньше использовать карту в московском транспорте нельзя. Она может быть заблокирована. Причем не только по Москве, но и по области. Те граждане, у которых 60 лет исполняется после 1 сентября, им придется обращаться или в МФЦ, или в соцзащиту, для того, чтобы перекодировать их карту снова. То есть до 1 сентября они не смогут перекодировать. Стоит отметить, что терминал работает по перекодированию карт на бесплатный проезд в транспорте Москвы. Чтобы получить бесплатный проезд в электричках, жителям нужно обращаться в кассы железнодорожных станций или вокзалов Москвы. Всего права на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы получили почти 11 тысяч ивантеевцев. С вами Ивантеевское телевидение. Подготовка многоквартирных домов к зиме, качество холодной воды, эти и другие вопросы поднимали жители в ходе очередного третьего в этом году форума «Управдом». Основной вопрос – подготовка жилого фонда к зиме. Представитель ГОЖИЛ инспекции Владимир Костырев рассказывает, что во время подготовки дома к отопительному сезону проводятся испытания, ремонт и наладка всех систем и устройств, которые задействованы в процессе бесперебойной подачи тепла в квартиры. Эта работа ведется в котельных и индивидуальных тепловых пунктах. Управляющие компании утепляют перекрытия и трубопроводы на чердаках и в подвалах, проводят регулировку систем центрального отопления, укрепляют и при необходимости ремонтируют входные двери. Жителей интересует и вопрос по качеству холодной воды. Заместитель главы администрации Дмитрий Чинихин рекомендует жителям в случае сомнений обращаться в управляющую компанию и в Роспотребнадзор. «Вселенная» — это одно большое стихотворение или музыкальное произведение, уверены ребята из «Жульверн Продакшн». В эти выходные поющая и сочиняющая молодежь города вышла на пешеходную улицу, чтобы поделиться с земляками своим творчеством. «В мире есть мирные места, таких нам надо больше. Об этом стоит вести толки, хотя молча проще. Эй, господа спецкоры, дайте в послужном листе людям, чего они так ждут. Хороших новостей». Антон в творчестве 16 лет. Пишет стихи, накладывает их на музыку и не хочет относить это к какому-то определенному стилю или направлению. Выступает на камерных вечерах и квартирниках. Сегодня вместе с единомышленниками впервые вышел на улицы родного города. Мы подумали, что в Антеевке давно не было музыки хорошей. И решили, ну, конечно, это, наверное, вкусовщина в некотором роде, но решили как бы свою вкусовщину продемонстрировать. «Это, можно сказать, эксперимент для, скорее всего, в первую очередь нас. Мы хотим посмотреть, насколько публика будет воспринимать это так, как мы это видим. Посмотрим. Это, думаю, не только для нас эксперимент, для всех». Сергей занимается музыкой с четырех лет. Сам сочиняет, исполняет и несет творчество в массы. Прохожие смотрят сначала недоверчиво, а потом останавливаются послушать. Дети даже танцуют. Любая музыка важна, любая музыка воспитывает в детях правильное восприятие вообще культуры, искусства, все, что угодно. Кодовое название необычного концерта – Вечерелла. А завершает наш выпуск юбилейная рубрика ИТВ. Ивантеевка – это… Ивантеевка – это промышленный потенциал. В городе работает 19 крупных и средних, а также более 60 малых предприятий. Лидеры производства – Кухтамаки СНГ, Королевский трубный завод. В числе первых в Московской области открыт каворкинг-центр «Ярд». Организован индустриальный парк Ивантеевка. В производственной сфере города занято около 4 тысяч человек. Объемы инвестиций в основной капитал к концу 2018 года составят 4 миллиарда 900 миллионов рублей. На этом наш выпуск подошел к концу. Я, Алексей Ермущик, прощаюсь с вами. Всего доброго!